Привет всем! Вы на канале Виолетта Лайф. И сегодня я с вами хочу поделиться рецептом. Здесь это называется либо киш, либо тарт. И буду я его сегодня печь из шпината, бекона. И нам для этого потребуются такие ингредиенты, как сам шпинат. Вот такой вот шпинат. Нам понадобится вот такое вот слоеное тесто. У меня покупное, можно сделать цену. Нам нужно 2 яйца, нужно 2 стаканчика, это 125 грамм йогурта. Я беру йогурт, но можно сметану. Также нам понадобится копченый бекон. Здесь во Франции это называется лордон. Вот он такой, мы его будем обжаривать. Еще нам понадобится тертый сыр. И я еще буду использовать моцареллу, но это не обязательно. Итак, высыпаем на сковороду бекон, без всякого, конечно же, масла, так как он жирный сам по себе. Кто на диете не будет кушать, конечно, значит я. Но мои же не на диете, они будут кушать. Так, обжариваем бекон, лордон. Пока он будет обжариваться. Сметанку. Вы берете сметанку, я беру йогурт, но его тоже можете брать в сметану. И теперь мы это все взбиваем. Вернее, просто перемешиваем хорошенько. Так, смотрите, у меня есть вот такая вот приправа. Это чеснок, базилик и розмарин. И есть траванские правы. Траванские правы, я сказала? Траванские. Прованские травы. Я добавлю и тех, и тех. Солить не буду. Почему? Потому что все-таки бекон, он соленый. И сюда же, сейчас после приправ, я добавлю тертый сыр. Это тертого сыра на глаз. У меня здесь в упаковке 350 грамм. Ну вот где-то 100 грамм сыра я сюда добавлю. Потому что сверху я еще буду выкладывать кусочки моцареллы, которая расплавится. Такая вот масса у нас получилась. С травками. Сыр, яйца, в моем случае йогурт, в вашем случае может быть сметана. Вот так вот я выложила свое тесто. И сейчас мы сюда будем выкладывать начинку. Смотрите, как уже выжарился бекон. Сейчас я в него выложу буквально на пару минуточек шпинат. Шпинат вымытый и высушенный. Шпинат должен, ну просто вот, так знаете, подвялиться, как говорят. Я шпинат мешаю с беконом. Здесь во Франции обычно бекон потом ложат сверху уже залитого тарта. Я больше люблю помешать. Вот так он сейчас привялится немножечко. И теперь заливаем вот этой вот яично-сметанно-сырной массой. Тарт может быть с любой начинкой, с тертыми кабачками, с кабачками-кусочками, с помидорами, с яблоками. Ну, конечно, заливать потом вы будете не сырной начинкой, а яйца со сметаной и немножечко ванилина и сахара. Я вам уже говорила, тарты здесь пекут на все события, на все сабантуи, на все собирания. Так, и теперь выложим кусочки моцареллы. Это специальная моцарелла, не та, которая в жидкости продается, а такая для пиццы, такими, знаете, кусочками продается. Я точно знаю, я ее даже в Украине покупала. Можно вместо моцареллы использовать козий сыр. Так. Вот так вот выглядит наш тарт, и он уходит в духовочку 200 градусов на 10-15 минут. Вот такой вот тарт получился. Когда он остынет, я разрежу и покажу вам в разрезе. Не смотрите, вот это не подгорело, это на камере так коричневым выглядит, но это сыр. И вот это вот тоже сыр. Остынет, я вам покажу в разрезе. Вот я разрезала тарт. И вот так вот он выглядит. Бекон, шпинат, сметанка, яички. Такой очень аппетитный. Ставьте лайки, если вам понравилось, я буду снимать для вас еще рецепты.